Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы поговорить о правовом нигилизме. И правовой нигилизм это такое явление, которое, скажем так, известно с давних времен. И я о нем слышал еще со времен, когда только вступил на стезю юридическую, только когда поступил в юридическую гимназию, уже тогда нам объясняли, что такое правовой нигилизм. Это отрицание, отрицание закона, отрицание неких государственных институтов и так далее. И, конечно, дорогие друзья, вот это очень опасное явление. Вот как у нас есть наше русское православие и, как бы, вот это наша вера, да, и у других конфессий религиозных, которые проживают на нашей необъятной родине, у них у каждой своя вера, своя религия, которые признаны национальными и так далее. А вот есть так называемые течения, которые, разнообразные секты, которые заманивают людей и так далее. И вот точно так же и в юриспруденции, точно так же в науке права есть некие течения, которые заманивают людей, дают им ложные ориентиры, дают им призрачную надежду на освобождение от неких юридических обязанностей, дают им призрачную надежду на некий успех в делах и так далее, и манят их некими неизведанными просторами. И есть некие адепты, которые на самом деле не глубокие правоведы, какими они себя пытаются выставить, а на самом деле правовые нигилисты. То есть они отрицают, идут по пути растления фактически юридического сознания людей. И, конечно, они представляют огромную опасность. И, мне кажется, рано или поздно им дадут надлежащую оценку. И, конечно же, дорогие друзья, вот эти мнимые идеалы, которыми они пытаются прикрыться, это все путь в никуда, если глубоко... И они посягают в том числе и на основы государственности, если до конца разбираться. Это так называемые адепты паспорта СССР, которым просто задурили головы. И вот все у нас, как они говорят, нет Российской Федерации. Есть только Советский Союз. Есть некие течения, которые говорят о том, что нет государственных институтов. Вот у нас нет судов как органов. Нет государственных органов. И приводят какие-то мнимые доказательства того, что вот их нету в том или ином реестре. Или их нету, к примеру, там где-то в ЕГРУ, в реестре юридических лиц. Есть адепты такие, которые считают, что у нас действует только одно право. То ли вексельное, то ли морское. И вот они их вместе связывают. Хотя если разобраться глубоко в этом, была книга, я на нее ссылался. Я говорил о вексельном праве наших специалистов русских, которые развивали эту тему. И она так и называлась. Вексельное и морское право. И вот откуда-то оттуда, набравшись по верхам, они пытаются внедрить в сознание массовое, в неокрепшее правовое сознание людей, некие, скажем так, с элементами правового оккультизма, мысли и веяния о том, что вот у нас действует на территории Российской Федерации, действует некое морское право, которое там превалирует над всем. И есть у нас только вексельное право, и у нас все документы это по сути векселя, а все остальное как бы несущественно. Поэтому, дорогие друзья, вот этот правовой нигилизм, то есть отрицание реалии, отрицание существующего, то, что вот перед нами, перед нашим, скажем так, правовым взором открывается, наличие нашей государственности. Я недаром говорю об этом в День России, потому что именно в этот праздник можно осветить эти темы. И вот когда такой нигилизм внедряется массово в сознание людей через таких адептов, которые зачастую не отвечают критериям добросовестности никаким, то, соответственно, дорогие друзья, вот когда с этим мы боремся, нужно помнить, что правовой нигилизм в любых формах он неприемлем. Да, нужно иметь критическое юридическое мышление, но это не значит, что необходимо отрицать наличие государственных устоев и так далее, потому что для России это важно. И я не удивлюсь, что эти веяния, они откуда-то оттуда пришли, во всяком случае. Да, и в обоснование русских деятелей туда, как говорится, впихивают и так далее. Но на самом деле, все это откуда-то извне, потому что русскому человеку как раз никогда не был свойственен, я имею в виду русскому в самом широком смысле, не был никогда свойственен правовой нигилизм, всегда право почиталось и закон. Вот это, дорогие друзья, то, о чем хотелось сказать. И сегодня в День России поздравляю вас с праздником. Счастливо! Продолжение следует...